Вот видите, как моя рука, во, все в порядке. Здравствуйте, мои дорогие, я через телефон, вот так вот. Добрый вечер. Конечно, все надо мной немножко смеются, потому что я нахожусь в отдельной комнате на другом этаже у моего приятеля, у него двухэтажный домик, он запихнул меня сюда для того, чтобы не мешал мне гул и от отмечания Нового года там с ребятами. Первый раз я экспериментально веду через телефон. Это Samsung последний, 23-й, и вроде бы он дает хорошую картинку. Напишите, пожалуйста. При этом микрофон встроенный, и вот вроде бы нормально. Если будет хорошо, то понятно, что это для путешествий очень хорошая история. Здравствуйте, дорогие друзья. Еще раз меня зовут Матвей Гонопольский. Это программа «Гонопольская правда». Ну такая, в общем, новогодняя «Гонопольская правда». Вот, пишет «Все хорошо». Значит, нормально видно и слышно. Ольга Лаврентьева. Все отлично. Всего доброго. С наступающим. Всем добрый вечер. Спасибо большое, что вы пришли сюда. Но мои просьбы к вам традиционные. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, проверьте. Ну и поздравьте меня с Новым годом. А с Новым годом можно поздравить меня лайками, можно бросить в меня чашку кофе, можно бросить рубли. И можно записаться в Патреоне на меня. И это будет совершенно замечательно, потому что этим вы мне сделаете новогодний подарок. Кстати, замечу вам, что мы с вами проведем этот час прямо предновогодний, а в Москве уже Новый год. Поэтому с Новым годом, дорогие друзья. Это был сложный год. У нас, вот видите, второе кресло здесь, потому что у нас будут гости. Некоторых вы знаете, некоторых не знаете. Ну, надеюсь, что все будет нормально. Давайте не будем нарушать нашу традицию. Я тут всякое такое засейвил, весьма интересное, что может… Ну, о Новом годе… Значит, сейчас. Честно говоря, мозги расплавляются, скажу вам честно, но ничего не поделаешь. Ну, ладно. Работа есть работа, мои дорогие. Так, значит, смотрите, что пишут о Новом годе, какие пожелания и так далее, вообще какие-то оценки Нового года. Вот с этого начнём. Стихотворение, которое не последнее промежуточное стихотворение, оно звучит следующим образом, и написал его замечательный поэт Геннадий Шпаликов. «Людей теряют только раз, и след теряя не находят. А человек гостит у вас, прощается и в ночь уходит. А если он уходит днём, он всё равно от вас уходит. Давай сейчас его вернём, пока он площадь переходит. Немедленно его вернём, поговорим и стол накроем. Весь дом дном перевернём, и праздник для него устроим». Я, знаете, почему прочитал это стихотворение? Оно очень важное в том смысле, что Новый год — это такая штука, когда вроде это такая условная цифра, и нам вообще с вами не надо ни о чём беспокоиться. Я вам уже говорил, такой, ну как психологически, это как уровень доллара. Это такая психологическая отметка. На самом деле солнце встало и зашло, снег пошёл и закончился. Мы стали на один день старше, мудрее, как-то интереснее, да, в каком-то смысле. Кто-то расстался ещё с одним годом своей жизни, кто-то вообще в этом году ушёл. Но мы должны понять, что принципиально ничего не изменилось. Вот знаете, Зеленского очень ругают за то, что он, вообще не только Зеленский, офис президента говорили, что скоро мы будем в Крыму, скоро мы будем в Крыму, скоро будем в Крыму. Ну да, тогда было такое ощущение, когда русские так воевали, тогда у них… Ну, в общем, короче говоря, оказалось, что до Крыма ещё очень далеко, и когда он будет, в общем, до Крыма целая жизнь. Поэтому я предложил бы вам не считать Новый год Новым годом. Я вам серьёзно об этом говорю. Вот сегодня я был у моего приятеля, и мы с ним сидели, и вдруг воздушная тревога. И, кстати, только сейчас воздушную тревогу отменили, потому что сразу появилось летит 30 шахедов. Ну, в общем, короче говоря, всё продолжается. Поэтому давайте не надувать следующий год тем, что в нём может не быть. Потому что, по сути, вот сейчас ноль часов в Москве, а в Украине 11. И вот, по сути, ничего не изменилось. Ни оружия не стали давать больше, ни Путин не отказался от президентства. Понимаете, всё продолжается. Поэтому давайте стиснем зубы и поймём, что нам требуется столько выдержки, столько салата оливье, столько шубы и всего прочего, столько украинского борща ещё съесть, для того чтобы хоть что-то в этой жизни произошло. И замечу, что очень многое зависит не от нас. Это тоже огромная проблема. О Новом Годе пишут разные люди. Несколько я засейвил для вас сообщений. Вот один мой друг пишет. Включив сейчас телевидение, можно заметить, что жуткие события в Белгороде ничуть не испортили настроение федеральным каналам, которые почти дружно показывают весёлые комедии, юмористические шоу и поп-концерты. Москва слезам не верит. Так, это он написал не название фильма вообще. Написал Сергей Дмитриев. Значит, он написал по-украински. Я вам прочитаю в переводе на русский. «Год пока ещё не закончился». «Который пока ещё не закончился». Вот послушайте рассуждение человека. Может быть, вы найдёте для себя много интересного. Год, который проходит, перешёл к нам в наследство от 22-го, когда для кого-то остановилось время, кто-то не успевает за ним, а кто-то так и застрял в прошлом. За эти ещё одни 365 дней полномасштабной войны мы успели поругаться, помириться, потерять надежду и найти маяки. Было слишком много личных потерь, потерь, потерь общих. Мы плакали от отчаяния, стонали от боли, умирали от бессилия. Но каждый раз мы возрождались, оживали и лечились любовью и желанием воли и свободы. Конечно же, невозможно обещать, что будет легко и дальше. Новогодняя ночь не меняет нас и нашу жизнь. Однако в наших с вами силах сделать счастливыми себя и поколение, которое идёт вслед за нами, освободив Украину от врага и, соответственно, освободив своё мышление, своё ощущение жизни от рабства. И для этого я хочу пожелать для себя и для вас единства, крепости Духу, уверенности в победе нашим украинским воинам стойкости, здоровья, понимания, что вы, братья и сёстры, нам нужны, вы держите наш мир на своих сильных плечах. Вспомним раненых и тех, кто в плену, помянем за праздничным столом погибших героев и уместно вспомнить, это лучше я прочитаю по-украински, любить один одного братнюю любовью, вы переджайте один одного ошаную. послание к римлянам, 12.10. Моя супруга пишет, она смотрит стрим, привет, Тамуна, с Новым годом, она смотрит стрим и написала, тебе поставить такой стационарный телефон, и ты как Никита Михайловна. мне кажется, вот Сергей Дмитриев хорошую вещь написал. Пишет Василий Головнин, вы помните, это удивительно, он сейчас мало пишет, это замечательный человек, это постоянный корреспондент, но он, по-моему, уже ушёл, то ли РИА Новости, то ли и Тартас в Японию. А мы в Токио то, что только что встретили Новый год. На улице удивительное синее ночное небо с несущимися облаками, они на мгновение то закрывают, то опять открывают очень яркую, режущую глаз, почти полную серебряную луну. Плюс восемь, но кажется холоднее, ветрено, но завтра будет теплее, обещают весь день яркое солнце. Пока в Новом году жить вроде можно, посмотрим, что будет дальше. Присоединяйтесь, ждём. Хорошая. Он хороший. Серёжа Асланян. Вы его очень хорошо знаете, Сергей Асланян. Прекрасный. Вот, пожалуйста, Одесса, воздушная тревога. Они не забывают нас поздравить. Пишет Сергей Асланян. Помните, замечательный журналист Эховский, который сейчас прекрасный политический обозреватель. Новый год очень важен для тех, кому жить осталось совсем немного. В окопах, в обоубежищах, в больничной палате, в доме престарелых. Для них это праздник, надежда, ёлка, гирлянды. Им важно верить, что дальнейшая жизнь ещё возможна. Новый год важен детям, он обязательно до тех пор, пока дети верят в сказку. Новый год важен богатым, для них это повод блеснуть и потратиться. Новый год — повод выпить для тех, кому важно пить. В остальных случаях Новый год не имеет содержания, смысла и значения. Смена календаря на фоне стационарного пейзажа и вчерашней погоды. Опасный повод для фейерверков, травматизма и бомбардировок, момент натужной и тягостной радости. Хорошая фраза. Пусть те, кто сумеет заставить себя, отпразднуют. Для остальных пусть не станет хуже, для самых удачливых станет лучше. Важное и беспомощное пожелание, оставшееся нам от старших, лишь бы не было войны. Несбыточное пожелание. Написал Серёжа Асланян. Он прекрасен. Маша Слоним, которую я вам часто читаю, написала замечательную короткую заметку, сделав фотографию своего пейзажа. Сейчас тут же сбоку камера. Вот видите, как она всё показывает. Вот видите, она живёт в таком селе, деревне. Она пишет «2023 год нанёс сильный удар по моему прирождённому оптимизму, но не сокрушительный. Я всё ещё надеюсь на лучшее. С Новым годом!» Пишет Данила Гальпирович, замечательный журналист, который живёт в Вашингтоне и работает на «Голосе Америки». Итог года. Украина совершила реальное чудо, не уступив в течение целого года оркам, которых во много раз больше по людским ресурсам, снарядам и самолётам, которые воюют мясными штурмами. Только вот «Властелин колец», только медленнее и сильно больнее, потому что не книжка, а жизнь близких людей. Пожелание на следующий год победы Украине, свободу России, здоровье, терпение и удача моим друзьям. С наступающим, дорогие! Пусть он будет лучше уходящего, а если нет, пусть у нас хватит сил его пережить. Берегите себя и близких, обнимаю вас. Пишет Виталий Портников, которого вы хорошо знаете. Он пишет по-украински «Давайте я вам…» «Нет, переведу на русский, потому что не будет понятно. «Ощущение чуда, вера в добро и его победу должны оставаться с нами даже в самые тёмные времена». В детстве я очень любил сказку, это он вспоминает украинскую сказку, Всеволода Нестайка про веснянку в стране солнечных зайчиков. Зайчики запроторились, сейчас я вам скажу, как это перевести, запихнули, давайте так скажем, запихнули. Министра темноты господина морока в зеркальную ловушку, из которой выбраться не давал всего один солнечный зайчик. С того времени я верю в этот непрекращающийся луч, который может появиться даже среди серых туч. И вас прошу верить. С Новым годом! Нам пришел гость с одним сентября. Это замечательный Илья Пономарев. Привет! Приветствую! С наступающим! Скажи какие-то слова, чтобы народу было хорошо. Пожелай! Знаете, мы только что друзьями вспоминали уходящий год, и я говорил, что у меня в моей ленте 80% наверное постов в Фейсбуке людей, которые пишут какой был ужасный год, и что все пропало, и что хуже этого года в их судьбе еще не было. И 20% наоборот пишут какой был замечательный год, и как у них все классно. Ну как не трудно догадаться, эти 80% это те люди, которые вне России, и 20% это те люди, которые внутри России. Потому что те, которые внутри России, ну они решили, что все миновало, вот уже можно и голые вечеринки устраивать, там все уже нормально, все уже хорошо, войны никакой нет, продержались, ну а дальше будет только лучше. Ну а все остальные, которые видят этот вот кошмар и ужас, который вокруг происходит, и говорят, что все плохо. При этом надо сказать, что в предыдущем году, в 22-м, когда действительно был кошмар и ужас, и вот здесь стояли танки, вот буквально вот совсем рядом с тем местом, где мы находимся, и баррикады были всюду на городе, и вот эта вот первая волна была всего. Тогда как-то наши соотечественники, они считали, что вот Украина на блюдечке принесет победу, прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и прогонит бесплатный режим. Просто стихами бесплатный режим. И поэтому для них этот год был гораздо лучше, чем этот год. А на самом деле мы двигаемся вперед, Украина выстояла и уже создаются структуры, которые могут реально изменить ситуацию внутри России. Это все происходит медленно, это все происходит через боль, через кровь, через жертвы, потери, но для меня лично 23-й год был годом, в котором была надежда. И я считаю, что в 24-м году ее будет еще больше. Вот это мое главное пожелание, чтобы была победа, был мир, была надежда. А не шапка закидать сломать? Нет, я же не сказал, что мы поставим точку в 24-м году, хотя я очень надеюсь. У меня эта надежда есть, но все мои друзья меня всегда называют оптимистом. Я буду для этого делать все возможное. Я вообще считаю, что на войне единственный путь поведения это делать, что нужно и быть, что будет. Это просто другого не может быть. Не надо загадывать, надо просто драться. Полина Кухар, тут вопросы. Задавайте вопросы, ребята. Ну, как бы, значит, Полина Кухар, спасибо за Пономарева. Александр Сагайдачный к тебе с огромной претензией бросил наш Новосибирск Пономарев. Нет, никогда не бросил. Поддерживаю самый тесный контакт, вот, постоянно переписываюсь. Для этого держу аккаунты в Одноклассниках ВКонтакте. Вот, мои избиратели всегда мне пишут. Знаете, кстати, вот вы Новосибирск, я вам историю расскажу, вот здесь, в Киеве, прихожу чинить зубы. Сейчас, извини, да заходите, не надо стучать. Года, года три-четыре назад, наверное, пришел зайти зубы, и там два врача, женщина постарше и помоложе. потом оказалось, что она мама и дочь, вот у них семейный бизнес, вот они зубные врачи. Они на меня так смотрят и говорят, вы жилье, я Пономарев. Ну, меня в Киеве часто узнают, поэтому для этого не новость. Ну, да-да-да, я Пономарев. не, вы не поняли, мы ваши избиратели. Оказывается, они из Новосибирска переехали в Киев, но они за меня голосовали, когда я вот избирался депутатом в Госдуме, так что вот у меня есть избиратель объектив. Сейчас, значит, послушайте меня. Давайте, бросайте донаты, а? Чего вам? Вот смотрите, Новый год, там Оливье стынет. И вот запегал как раз. А Батвей тут работает. А я тут работаю. Ну, что, жалко, что ли, бросить чашки кольца? Мясо надо идти делать, мясо, мясо, там уже все, гугли уже. А, на шампурах? да, значит, смотрите. У меня там такой мангал, кремль в огне. Значит, Петро Моргун, Виталия Зелевова, спасибо вам. Значит, Ольга Андриан, она заметила, и она говорит, что какой ужас без шампанского с Кока-Колой. Откуда вы знаете, что в этой бутылке Кока-Колы? Ну, откуда вы знаете? И есть шампанское, не переживай. Да, Юлия Соловева, у нас есть бутылки Артемовского, между прочим. Ведь Артемовская из Бахмута. Подожди, это шампанское, да? откуда, чем знаменит Бахмута? Именно заводом шампанских вин. Из Разваны. Можно. У меня есть еще несколько бутылок Артемовского. Смотрите, Александр, это в смысле? Нет. А, Юлия пишет другому человеку. Александр, единственный, кто не поддержал Крым нашу, за это спасибо ему. С Новым Годом, Матвей и Илья. Значит, пишут, пишут с Новым Годом, Павло Рубницкий, яке счастье за встречат и Новый Риг в приемной компании Однодумцы. Однодумцы, это как? Единодумцы? Единодумцы. Он выучил украинский собака, знает его лучше меня. Значит, Сергей Баринов, задавайте, задайте вопросы и бросьте хоть пару чашек кофе. Вы чего, ребята? Сейчас бы мог там жрать мясо и жрать водку. Вместо этих схожу. Не, не, кофе я напою, а вот что-то посерьезнее. Сергей Баринов пишет, прогноз будет, падет режим Путина? Я думаю, что нет. Падет, конечно. Нет. Я понимаю, в этом году... Нет, слово падет. Вот, обрати внимание, он-то его употребил просто так. Ну, падет режим, прямо вот, прям падает, да? Будет ли, ну, такое вот падение режима, знаешь, прямо вот такое вот какое-то ужасное. Вот такое вот ужасное оно не будет. Более того, мягкое, патрушевое, вместо... На самом деле, я лично считаю, вот, я убежден о том, что эти перемены, они уже совсем не за горами, они произойдут. И считаю, просто главной задачей, чтобы вот они не остановились на условном межустине или условном патрушине. Вот это важно не допустить, потому что, к сожалению, весь Запад, он готов, ну, главное, что Путина не будет, вот главное, чтобы войну остановить, а там уже не важно, кто, что там, им же всё равно, какая будет дальше судьба России и так далее. Важно до своих выборов продержаться, что там, трава не расти. Поэтому вот это, я считаю, важно нам не допустить, россиян. Я вот говорю, бросьте донат, а Надежда Круглова пишет, не могу, пенсия 14700, но я с вами. Ну, конечно, моя дорогая, о чём разговор? Просто пенсия 14700. Вот как жить по такой пенсии? Я не представляю. Я никогда этого не понимал, как можно на такие деньги выживать. Знаешь, у меня была одна история ко мне в моей Новосибирской области перед выборами. Это уже, вот уже начиналась зима, это было за неделю до голосования, голосование было там 7 декабря, что-то такого, и была предвыборная встреча в городе Корзуки. Это маленький городочек на границе России и Казахстана. Единственное, что есть, это железнодорожная станция, железнодорожное депо. Вот, собственно, весь лицел существования этого города и зона, которая полагается рядом с этим городом. И встаёт бабушка, вот она очень, она мне просто очень сильно запомнилась, потому что она, ну, собрание там, много народу, она мне рассказывает свою судьбу. И вот она говорит, вот, милок, я, говорит, вообще с Украины, с Черкасс, из-под Черкасс, значит, нас там проскулачили в 20-х годах, выслали в Саратовскую область, там в 30-х годах раскулачили ещё раз, выслали в Нарымский край, это, соответственно, там раскулачили ещё раз. И там третий раз. Что я не могу забрать? Ну, я не знаю, она бежала вот в этот самый Карасу, где уже дожила до конца своих дней, уже сейчас её номерника нет, потому что тогда, когда она была, ей было 90-х. Но она при этом там герой труда социалистического, то есть была, вот она говорит, я вот герой труда, и у меня там, значит, какая-то повышенная пенсия, но вот, говорит, моя повышенная пенсия вот тогда была 2000 рублей. И говорит, вот, милок, а вот у нас тут рядом с городом зона, и в этой зоне на содержание каждого заключённого тратится 6000 рублей. А у меня пенсия 2. Ну, где же справедливость? Я герой социалистического труда, я вот всю жизнь вот работала там и так далее. Но я ей говорю, бабушка, кто на зоне сидит? Она говорит, жулики. Я говорю, а кто в правительстве сидит? Она говорит, жулики. Я говорю, так что же вы удивляетесь? Классовая солидарность. И весь зал там встал, захлопал, потом у меня самый высокий процент голосов был бы на городе Коросуке. Ну, вот отсюда эти все деньги. Ну, как они на это выживают, я вообще не могу понять. Они же не просто выживают, они ещё своим детям помогут. Там посылают им что-то. Как это? Я себе это не понимаю. Это на мой взгляд, так унизительно, то, что делает наше правительство со стариками, что я могу сказать. Ещё вопрос. Дневник Алексея из Германии, так называется. Как вы думаете, война кончится в 24-м году? Я считаю, шансы на это есть. Почему? Это от меня. Не почему. Я не могу отдать ответ на этот вопрос, почему. Потому что мы будем стараться её закончить, потому что мы будем стараться её победить, потому что противоположная сторона, не зная, за что она воюет. Я считаю, что... Люди теперь знают, за что воюют, за деньги. Огромные деньги, которые... Нет, я имею в виду не идея войны, а за деньги. Нет, люди за деньги... Да, как раз к вопросу об этих самых пенсиях. Людей ввергли в такую нищету, что они готовы идти на несправедливую войну и подвергать себя лично риску и так далее вот из-за этих денег, потому что таких денег деньжич никогда не видели. И ради этого они готовы рисковать. Это вот то, что сейчас была, эта дискуссия про эту голую вечеринку. Кто-то нажёг 23 миллиона, носит, а кто-то гробовые получают 7,5 миллионов. Вот ножок надета цена трёх человеческих жизней. Но даже эти 7,5 миллионов это то, что никогда в жизни ни один вот этот житель российской глубинки никогда не видел. Что стоимость квартиры. Вот никогда столько денег не было, поэтому они туда идут на эту войну. Но так победить нельзя. Тем более если война сейчас перешла в такую позиционную фазу, это всегда война надежд, это всегда война духа, это всегда война ожидания, это всегда война острый гробов, это очень правильно. и здесь конечно Украина выигрывает в России на голову. Дай Боже, Лена Калинина, во-первых, ребят бросили в нас чашки кофе, спасибо вам большое, я потом прочитаю кто. Он же хозяин дома, он должен там с гостями быть, там куча гостей, а он тут сидит с вами. Задонатьте. Смотри, Лена Калинина, у нас будет Татьяна Мартеонова, представляющая Беларусь, тоже придет. Ну вот смотри, по белорусскому каналу, имеется ввиду, наверное, Белса, Тихановская поздравила всех с Новым годом. Какая она красивая, посмотрите. Слышишь, везде появляются какие-то альтернативы, которые бесят диктаторов. Ну, в России тоже была попытка сделать Катерину Дунцову, поэтому ее никуда и не пустили. В общем, с самого начала было очевидно, что ее никуда не пустят. Но это очень важная вещь. Без альтернативы не бывает перемен. Нельзя сделать перемену никуда. Нельзя просто так свергнуть Путина. Просто если ты не представляешь себе, ты его свергаешь, и кто приходит на его место, ты не пойдешь свергать. я не пойду свергать Путина, предполагая, что на его место придет условный Пригожин. Ну, зачем это? Нужно делать. Я буду делать это, если я буду понимать, что есть нормальная демократическая альтернатива. Поэтому не показав эту альтернативу, это то, чем мы занимались весь 23-й год со съездом народных депутатов. Не показав эту альтернативу, ничего не будет. Еще вопросы. Значит, Лептас пишет. С наступающим В... Да, Миша Ломоносов. У нас тут есть свой Михаил Ломоносов. Скажите, как вы думаете, F-16 придут? Может, они уже пишут? Да, может быть. Лептас с наступающим вас Новым годом, друзья, всем мира, здоровья, настоящего человеческого счастья и хорошего будущего нашим детям. Матвеич, здоровья, слава Украине. Н.А. пишет. Значит, неужели демократия в России была с 91-го по 98-й и никогда больше не вернется? Не было демократии в России с 91-го по 98-й. он, ты понимаешь, не... Сейчас, давай так, он имеет... Не важно, что он называет это демократией, называй это как угодно, но это было такое, ну, свободное, либеральное... Это было более свободное время, чем он уже сейчас. То есть, не придирайся, к названию. Нет, я понимаю, я просто хочу сказать, что... Он хочет хотя бы... Для меня не может быть нищей свободы, для меня не может быть свободным человек, который не знает, как он доживет до вечера, который не знает, куда он отведет своих детей учиться, как они будут дальше жить, который не может завести даже детей, потому что он не уверен в их будущее. Вот это не свобода, с моей точки зрения. Это очень важно. Это то, что вызывает самое большое количество споров с нашими либералами по российской оппозиции, которые вот считают, что свобода это свобода печати, свобода митингов, свобода... Но, между прочим, это составная... Это составная часть, но это не единственная часть. Прежде всего, это человеческое достоинство. Вот что является главным составляющим свободы. Не зря украинская революция 2014 года называется революцией достоинства. У украинцев как до этого они могли высказываться, так и не после этого могут высказываться. Понимаешь, ты ступаешь на очень клипкую дорожку. Да. Почему? Потому что ты говоришь, самое главное человеческое достоинство. Прости, но человеческое достоинство рождается многолетними институтами, которые защищают человеческое достоинство. собственностью, которую ты можешь защищать, оружием или синонимом какого-то оружия. Вот я себе представляю, например, силы, которые тебе нравятся, приходят в Россию, Путин куда-то убегает, растворяется. Ну как человеческое достоинство? Они просто не знают, что это такое. И нечего защищать. Это надо предложить. Вопрос в том, что я же не против того, чтобы была свобода печати или свобода собрания. Естественно, это обязательная требование. Просто я говорю, что это недостаточная требование. Вот в 90-е годы многие люди говорили, что этого достаточно, а дальше вы выживаете как хотите. И результатом этого и стал Путин. Вот именно результатом этого стал Путин, потому что люди предпочли разменять достаток на вот эту самую свободу. И это ужасно, это очень плохо. Они не видели ценности в этой свободе, для них эта свобода ассоциировалась с нищетой. И вот этой ошибки мы не должны сделать еще раз. Мы должны с самого начала понимать, что это две стороны одной и той же медали. И никогда не будет свободных человек, который будет нищим. Евгений, если я сам скажу. Елена Авербах. Насчет режима Путина не скажу, но в 2024 году Украина победит, а Израиль тоже. Счастье мира нашим странам. Дневник Алексея из Германии. Я тоже надеюсь, что война кончится в 2024. Элла Шапо. Нас в Израиле тоже война, и нет настроения отмечать, но все равно вас наступает, чем будем надеяться, что в 2024 будет лучше. И вам мира тоже в Израиле. Да, вы знаете, мы сейчас не цепляем вашу проблему, но как ни парадоксально, ваша проблема сложнее, чем наша. Понимаете? потому у вас враг, который тысячелетиями был врагом и еще тысячелетиями будет. Это очень серьезная история, и вы не можете его изменить, потому что для того, чтобы Россия в каком-то смысле поменялась, надо, чтобы поменялась российская власть, а чтобы поменять палестинцев, нужно сменить Аллаха, ну, скажем так, каким-то словом. Понимаете, надо сменить вот эту религию, которая не религия, а по сути учение марксизма, ленинизма и большевизма. Я думаю, там, где у них религия, ну, ну, это у них прямо рождаются они с этим, оно регулирует опять, ну, я не хочу затрагивать этот вопрос, но ты понимаешь, если бы украинцы, у них же какая проблема, ну, в одной из, если бы украинцы и россияне бились, например, за Софию Киевскую или давай за Кремль, вот украинцы говорили, что Кремль это украинская святыня, а русская говорит, война не закончится никогда, а у них это восточный Иерусалим и храмовая религия. Это же вопрос не в религии, потому что украинская армия и христиане, и мусульмане, и людей и все вместе, то есть, вот, и никакой разницы нету, и нигде в Коране не сказано про Иерусалим и про сектор газа там тоже ничего не сказано. Это уже интерпретация конкретных людей. Елена Данилевиченко разговаривает два свободных человека, которые хотят свободы и мира своим странам, России, Украине и России, от людоеда Путина. Дело не только в Путина, дело в путинизме, как в системе. Это современная инкарнация фашизма, его надо победить. Мы боремся не с русскими, не с россиянами в целом, мы боремся с путинистами. Их надо уничтожить, в том числе физически. Ух ты! Ну, понимаете, мы занимаемся с утра до вечера, а чем ты занимаешься здесь? Александр, в Украине. Да, Александр, вместе со мной встречают Новый год дедушки на фото на стене. Дедушки украинцы. Один погиб в 41-м, другой был военврач, вернулся, но тоже давно покинул нас, только память осталась. Юрий Стоп. Матвеевич Илья, с Новым годом из Кривого рока, пусть в 24-м второе дыхание останется неприкосновенным с запасом. Дальше он задаёт тебе вопрос. Илья, Йорки или Ланкастеры? Вдруг? Вот это, Сочи, понимаешь. Ну, так вот скажи. Ну, до нас нужен нашего англичанин настоящий сидельник вопрос. Сидельник спросить не надо, это не звонок, друзья. Ну, мне, конечно, алый цвет ближе. Вот я вам так скажу. Поэтому алый всегда меня большую симпатию вызывает, хотя, как мы знаем, в истории произошло по-другому. Олег Р. Слава Украине из России. Михаил Дорофеев. Всем добра и мира в новом году из Вологды. Элла Шапо. Да, именно дома, а завтра на работу. Ну, это она отвечает, это сам, сейчас сидеть, он там сидельников дергается, бегает. Он хочет тоже про Йорк Сланкастера ответить. Рима Разамазово. Значит, Хостбастерс. Слава Украине. Дальше. Олег Козловский смешно пишет. Ребята, я бы вас и вискаря кинул с удовольствием. Слава Украине, живой Беларусь, капут кремлядям, да здравствует адекваты. Рима Разамазово. Надо же, мне 67, а я встречаю Новый год в мужской компании. Сейчас Мартынову позорим. Да, да, да. Очень смешно пишет, Лео Броун, вой, рюстик. А кто еще тут трою откапывал? Это мы с Лео. Ну, закон, да. А если бы не прекрасная Елена, что трою. Совершенно верно, да. Павло Рудницкий пишет, «Тільки ще над моею хатою полетели литаки». Литаки — это самолеты. Дай Боже, чтоб це було Ерфисназ. Очень смешно. А, вот это вот самая популярная сейчас мем словесный. Пишет Елена Ложкина, она напоминает. Боже, Олька Ботвинник бросила в нас 10 чашек кофе. Это прекрасно. Я всех прочитаю. Значит, что она пишет? «Никому не говорите, что вы загадали на Новый год, а то не сдохли». Кошмар. Галя, «Знаикрашими побажаннями мэру та достатку. Дякуємо нашим захисникам, замужність та витривали. С новым роком Украина». Степа Лиходеев, Степа Лиходеев. Изъялся нам телеграфируют. Написываются телеграфируют. Да, написываются телеграфируют. Слышишь, «Зачётная рубашка у элит, цвета революции». Ну, не знаю. Ну, «Жгод драконов», как я понимаю. О, чёрт, смотри, Зоя Гусева, «Одесса, громко». Очень вам сочувствуют. Но в любую секунду они могут сюда прилететь. Я вас умоляю. Я думаю, что сегодня ночью будет так. Будет так. Значит, Майкл Клис бросил из Нью-Йорка, бросил пять чашек. Спасибо вам большое. Ребята, я смеюся, чтобы не надо ещё в суд сделать. Всё, последнее, подожди. Вот, давай последнее. спрашивает Наталья Никитенкова. «Матвей Юрьевич, кто на фото? Посади вас». О, это интересно. Это я расскажу, зачем я картину. А ты сними. не надо. Сними. И покажи. А какого зачётного света штаны у него? Вы видите? Вот. Видно? Не, видно. Я думаю, что наиболее эрудированные наши зрители должны сказать, что это за картина. Ну, не мучай, потому что все эрудированные, пьяные валяются под столом. Короче, это картина Марка Шагала, одного из моих самых любимых художников, которая называется «Россия». На нём там девушка без меловых, значит, корова в сложном положении. Вот. Ну, вот эта картина Марка Шагала, которая называется «Россия». Хорошо. Давай ещё пару вопросов, и будем с тобой прощаться и принимать. Он член королевской семьи? «Россия». Ольга Адриан, вот хороший вопрос, давай мы на нём закончим. Илья, как сделать так, чтобы в руководящих органах и военных органах было взаимопонимание, единая цель? Она, безусловно, имеется в виду Украину. Я не вижу такой проблемы, как про это говорят многие российские либералы и российские кремлёвские семьи. Нет такой проблемы. Она искусственна и надумана. Конечно, существует всегда трение, и все живые люди всё же хотят результатов, когда их нет, всегда возникают какие-то напряжения. Всегда есть люди, которые ревнуют к популярности залужного, например. То есть это есть. Но народ, я считаю, Украину он консолидирован. И если мы посмотрим... независимо от Верхуски. Абсолютно. Я не вижу никакого желания людей как-то делиться и давайте свергать Зеленского, назначать залужного или наоборот... Да, я хотел добавить... Вот вы знаете, ребят, что я хотел добавить? Когда Зеленский провёл вот эту неудачную пресс-конференцию, ну вот с точки зрения... Что тут написано? Обновление ПО готово к установке. Эй, Самсунг, только не сейчас. Не надо ничего обновлять. Успокойся. Блин, сейчас обновить. Вы слишком долго ждали. Помнишь Windows как само обновлялось? Но если оно правильно достроено, то оно не будет обновляться? Нет, предыдущие версии, то есть ты не обновил, а у них вот эти обязательные безопасности, вот эти файлы, и вдруг раз, и он начинает обновляться. При том, что ты 30 запретов поставил. Вот знаете, что интересно? Когда Зеленский, а тут в данном случае он виноват, вот он провёл эту пресс-конференцию, где начал вот пусть они мне дадут план, пусть, ну в общем, так сказать, мы с ним в рабочих отношениях и так далее. То есть он ясно показал, что есть проблемы. И можете себе представить, что общество и не думало делиться. У нас нет сторонников Зеленского и сторонников заложного. Вот общество на это не пошло. Наоборот, все стали говорить, вы чего делаете воды. И все подобные попытки они настолько очевидно дуют из Москвы, что просто вы просто не ведитесь на это. И я про это всё время говорю там коллегам по либеральной оппозиции не надо это разбивать, но к сожалению кто-то просто гонится за какими-то просмотрами и за просмотрами гонюсь я. Да, но тоже мне нравится ставьте лайки. всё, спасибо тебе. Шашлык, да здравствуй шашлык. с наступающим всем и всех увидим в новом году уже. И мира, но самая важная победа. Счастливо. Илья Пономарёв. Место занимает Андрей Сидельников. А я пока хочу попросить вас, во-первых, я хочу поблагодарить. Значит, некто бросил три чашки, Майкл Кис бросил пять чашек. Пять чашек. А что так мало? Пять чашек это мало, мне кажется, за всё время эфира. Но у меня люди не богатые. Нет, я же, вот, смотри, я вижу, Значит, Ольга Ботвинник бросила десять чашек. А, извини, я думал, что это в экран бросают чашки из-за того, что, собственно говоря, не нравится то, что говорится в эфире. Ольга Ботвинник десять чашек, Евгений Скирдаченко пять чашек, Мария три чашки, Владимир Капитонов три чашки и Дмитру чашку. А что делать тем, кто не пьёт кофе, а пьёт чай? Там нет такой опции. Вот, вот. Я думаю, что следующее обновление будет шампанское. Дорожное дело не по-дороже, оно может стоить столько же, как бы, ну вот, как бы, да. Андрей Сидельников человек удивительной судьбы, дорогие друзья, это такой россиянин-россиянин, бешеный такой россиянин, то есть настоящий, настоящий, бездуроков. Я так никто не называл, кстати, мирный дурак. Ну, правда. Ну, ты эмоциональный очень. Это правда, тоже есть. И, в общем, человек, вот, знаете, воистину, вот откуда что берётся. Наверное, это гены, когда человек вдруг занимает определённую сторону и человек чего-то не может выдержать, ну, вот путинскую власть. Вы видите, сколько людей уехало. Не все ведь уехали из-за того, что они боятся, что их заберут в армию. Некоторые просто не могут при этом жить. Ну, вот я, например, я не мог бы жить сейчас в путинской России, где ложны лжи, где обманны обмани, где, вот представьте, я живу в России, а Россия начинает войну с Украиной, где я прожил полжизни, где у меня друзья и так далее. Поэтому, конечно, знаете, не в том смысле, что Андрей хороший русский. Я попросил бы меня таким ругательным словом не называть. Нет, я же не говорю, что я знал. Понимаете, это несколько другое качество, потому что, в принципе, хорошего, вот если мы говорим хороший русский, это вот, например, человек, который уехал. Ну, вот айтишник какой-то, да, он, так сказать, там, ну, как сказать, он не участвует в войне, он не пошел убивать украинцев, и в этом смысле, в этом смысле, он хороший русский. Понимаете, да, ну, хороший. Плохой убивает, хороший нет. К Андрею нельзя это прикрутить, потому что он давно-давно уехал в Англию, после этого стал ездить из Англии в Украину, после этого работал с Ильей Пономаревым на съезде народных депутатов. То есть, я хочу сказать, что есть очень много людей, о которых, ну, Андрея, вы знаете, там, по эфирам и так далее, но есть масса людей, которые не светятся, но которые не просто за Украину, там, желаем ребята из нашего подполья, там, привычное, привычное, да, а которые работают на победу Украины. Они не светятся. Я многих говорил, давайте, приходите ко мне в эфир, они говорят, ну, зачем? После этого начнутся репрессии, бросим это сами. Значит, я перечислил тех, кто бросил чашки, чашки кофе, возвращаюсь, спасибо большое, кстати, возвращаюсь к миру, и поехали дальше. смешно. Смешно. Интересно, Леопольд Доро пишет, интересно, кто повар Путина сейчас, может, нормально. Хотелось бы в это верить, но мы понимаем реально, что нет. Ну, как бы вот, Борько говорит, Андрей Сидельников, у вас хорошая компания на Новый год. У меня? У тебя? Нет, всех. Ну, она неплохая, на самом деле, действительно, хорошая компания. Соня Икс. В Одессе уже обстрел, ещё не дождавшись Нового года. Конечно, не знаю, что в Херсоне, Харькове. Нам прочитают. Матвеевич, надо поздравить матерей и отцов, чьи сыновья на фронте в Израиле и Украине. Желаю всем, чтобы ваши дети возвращались домой. Ой, вы знаете, это так тяжело. Дело в том, что я прочитал, я читаю иногда, Андрей, и вот эти вот, там фотография парня, и пишет его брат младший, ну, кому 30 дней, ну, это 25 где-то, и он пишет, только вчера мы с ним разговаривали, сегодня позвонили и сказали, что он в роде. Это же ужас. Да. Мои дорогие родители, ну, что мы можем сделать? Что мы можем сделать? ничего не можем сделать. Ничего. Мы просто любим вас и говорим вам, что вы очень хорошие. Я не хочу говорить о героизме, потому что я своих детей на фронт не отправлял, поэтому не имею права. Я просто хочу сказать, что вы просто, вы замечательны. и дай Боже, чтобы, ну, и так далее. Вроде бы Новый год, да, война идет. Да, игра сейчас обстрелы. И обстрелы, и в Израиле, и, собственно говоря, в общем-то, да. Ты правда сказал, в том, что вот, недавно, когда с Ильей говорил, как бы, что решительно можно прилететь. сегодня очень много моих друзей из Великобритании, да, из России тоже, хотя я там уже 16 лет не живу, звонили и спрашивали, как, чего, куда, что происходит. Я говорю, ну как, бьемся, выживаем, у нас не перемолот. Не перемолот, в любом случае. Не перемолот. Не перемолот. Читаем дальше. Ну, читаем это. Да, да, конечно. Людмила Насупа, наверное, секрет, но все равно спрошу, в какой стране вы находитесь. Хочу к вам в гости. Людмила, мы в Украине. Мы в Украине, да. А людей полно по Украине, и поэтому в Киеве хорошее ПВО, а в других регионах не очень хорошее. Вот почему за последнюю ломбардировку у нас погибло очень много. погибло. Много при любой ситуации, потому что любая эта бомбежка, которая происходит в ежедневном режиме, опять-таки, это же не то, что что-то мы узнали только сейчас. Да, реально получается, что Путин воюет с мирными гражданами. От этого никуда не уйти, это данность, и именно поэтому это чудовище должно быть ликвидировано, ликвидировано все, что с ним связано, те, кто его поддерживал раньше, кто поддерживал сегодня. Возмедия, на мой взгляд, именно, кстати, в будущее 2024 года, как ни крути. Это мало кому понравится, может быть, и из твоих зрителей в ютубе. Ты имеешь в виду Белгород? Я имею в виду и в том числе и Белгород. Нет, давай сразу скажем про Белгород, позволи. Срочно, пожалуйста, присядь, ну, что ты там стоишь у двери? Ну, сейчас я с ним поговорю. А, можешь любоваться синий. Выпила много? Нет. Ты же не даешь нам выпить. Я вот узнал, что вы, выходите как раз под Новый год. Это, собственно говоря, я не знаю, может быть, это специально так сделал ты, то вот буквально несколько мгновений до Нового года в Киеве и решил, чтобы я, как бы, вот, отозвать меня от хостов раз, на который я спонял. Сегодня у Ключева был Дима Быков. И они сговорили о Белгороде. И Дима Быков, я ехал в машине и поэтому не услышал, кого он цитировал. Он цитировал кого-то из то ли 17, то ли 18, то ли 19 века писателей. И там такая цитата, что, значит, пошли на ту деревню, вырезали там всех, а потом те пришли, резали нас, и мы челобитную написали, царю, чего они нас резали. Почему? Да. Понимаете? Присходится, кстати. Вомбардировка Белгорода, гибель мирных, реально мирных жителей, это, конечно же, плохо, но давайте скажем честно и откровенно, война, в ней участвуют две стороны. и сколько бы там, ты знаешь, не бензия, а раузия. Это я видел, как раз. Я вижу, какая идет реакция. Как можно стрелять по мирным жителям. А то, что они уже почти два года. Ну, почти два года. Именно, мы сейчас не про фронт же говорим, где солдаты украинской армии сражаются с солдатами российской армии. Мы говорим именно о мирных жителях, которые в ежедневном, ну, просто в ежедневном режиме погибают, потому что... Ну, послушай, давай эту тему. Ну, это Новый год у нас. Да, нет, тут просто вы понимаете, вот это странно звучит, но вот скажем так, ой, Рита из Израиля бросила в нас... Катя звонит сейчас, я одну секунду, погожди. Сейчас, сейчас, ты милый эфир. Не, ну, прямой, не очень получится. Да, да. Здорово, очень хорошо. я уже с вами. А где он? Мы прямо в эфире, Катя, между прочим. Осталось две минуты до Нового года. Подожди, если хочешь, я тебе приглашение пошлю, чтобы ты... Ну, поздравишь зрителей. Не, не, я так... Ты все равно тебя слышишь, все равно. Я приютик, я не одна. А мы, а мы тоже с нашими зрителями тоже не одни, так что да. Ну, и что, представь... представь гостей, это новогодний эфир, Катя. Нет, не так, Катя. Я должен тебе прислать приглашение. Войди и представь, и пусть они что-то скажут. Вот смотри, подожди. Я не умею это делать. Не ори. Подожди. А? Не успеешь уже. Мы же ответили. Хорошо, послушай меня. Через 20 минут. Ты простишь меня, что... Александр, ты успеешь ответить от меня. Между прочим, да, отметил Новый год, а вот у Матвеева у тебя есть хотя бы кончить чая? А, тебе кофейные чашки шли уже. Так, постой, сейчас, извините. Нет, вода есть, все есть нормально. Сейчас, извините, сейчас смешно будет из-за моих вот этих пальцев, которые... Так, подожди. Чтобы ты понимал, 23.59. Хорошо, одну секунду. Так, смотри, вот это мы закрываем. Теперь открываем мессенджер. И? Сейчас. А почему он не говорит? Я не знаю, почему это происходит. У тебя ушел лифи, перлинифир, но мне кажется, что вот... А, я не так сделаю. Сейчас, ребята, извините, потерпите, пожалуйста. Знаешь, где мы сделаем? Мы это сделаем в... Сейчас, 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 в WhatsApp. вас номер больше не зарегистрировали. Все работает против того, чтобы... не зарегистрировали. Между прочим, Матвей, с Новым Годом. С Новым Годом. Да, с Новым Годом. Нас видят, когда хорошо. С Новым Годом. Пусть он несет нам... Победу. Не, не, победу. Я считаю, что в 2024 году как раз должна быть победа, поэтому мы все и не только желаем этого, но и работаем на это, поэтому всех зрителей, конечно же, поздравляю с наступившим уже Новым Годом и всем нам победы. Это... На сегодняшний день это, наверное, главное... С Новым Годом С Новым Годом. С Новым Годом. С Новым Годом. Продолжение следует... 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 и кто-то запускал я еду в метро она идет на земле в туннеле и вот из аэропорта я еду и вот эти фейерверки для меня вот такой спук, потому что как это в Лондоне, ну вот такие штуки и вечером в этот же день я вышел покурить на улицу да, я вышел покурить на улицу и самолеты летают, понимаешь и для меня это был конечно шок хотя я уже там не знаю, там тому времени уже 15 лет прожил в Лондоне но вот после двух месяцев нахождения под бомбежками, приехав в спокойный, невоенный мирный Лондон, для меня вот эти все шорохи которые исключены сегодня здесь смотрите, они для меня уже были важные датьяги Бойкая пишет, Бойкая пишет уже 12 групп, сильные прилеты в центре Херсона черт я тебе говорю, и понимаешь Херсон, это у них как вот из-за того, что там 5 секунд летят ракеты и там ничего невозможно сбивать, эти твари, блядь и просто оттягиваются ну, это я думаю в очередной раз показывает что когда идет разговор о том, что о том, что я сейчас, вы понимаете у нас очень часто в комментариях идут дискуссии которые немножко стиля давайте уже конец года я буду честна как модератор немножко стиля такого знаете, 40-го года когда люди пытаются понять кто человек кто не человек на генетическом уровне что такое понятие русский, россиянин и так далее и это я считаю нагревание воздуха главный факт остается одним то, что я-то как бы сказала моим друзьям которые сейчас сидели потому что они немцы но они это обновление я не знаю это же вот лайк пошел смотри лайк такой, да поставили они новые какие-то штуки сделали где ты можешь там подвигать ручками и он, короче анимации и ручки какие-нибудь и какой-нибудь по-моему, если я вот так сделала фейерверки начнутся я точно не помню я думаю факт один остается фактом что на этот момент пока пока мы то есть я имею ввиду тех зрителей которые сейчас могут позволить себе все это смотреть потому что я знаю есть люди которые смотрят из Херсона из других восточных городов я включаю моих друзей которые молодые немцы которые разговаривают на разных языках которые имели опыт не только в Германии прожив а прожив в странах как Мексика Колумбия побывав в Украине эти люди они много чего понимают но тем не менее война идет люди погибают и люди страдают поэтому в 2024 желаю одного я желаю чтобы у меня наконец-то в жизни появился другой президент кроме Владимира Путина потому что он фактически стал президентом после моего рождения мне не важно как он сдохнет мне не важно он там обосрется в туалете извини за выражение что он поперкнется на косточке это меня абсолютно не интересует пусть его смерть будет так же неаграциозно как и Элвиса Пресли и чтобы те люди которым ты знаешь мою фразу папа что у нас могут быть проблемы но блин мы не в Буче или мы не в Мариуполе и чтобы вот эта фраза больше не повторялась знаете как говорят мне не нужна терапия я хочу чтобы они за все заплатили может такого не надо желать к 2024 но я я бы пожелал Катя на самом деле потому что ты 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 подожди подожди я о другом я о том что не принято желать кому-то смерти но мы не желаем смерти человеку а смерти режиму который уничтожает как и жизнь несчастных грузин африканцев украинцев и своих же собственных россиян эта империя должна сдохнуть этого я и желаю это мое самое самое заветное желание ты знаешь ты когда крепко выпьешь ты такая логичная крутая очень мне нравится спасибо вот видишь Кать в отличии понимаешь у тебя была свобода ты хочешь чтобы я пошла по стопам Ельцина так я попросил бы убрать вырезать вот эту фразу но дело не в стопах нигде ничего ты в свободный и это здорово конечно что на сегодняшний день ты и другие соответственно и жители европейских стран могут спать спокойно когда у них нету этих бомбежек у них нету воздушных тревог и украинцы между прочим именно сегодня этот рубеж вот нравится кому-то не нравится ты сказал что ты хочешь там пожелать там нельзя пожелать там или что-то еще а я не считаю что это можно потому что ну слишком долго это все можно но только ты забыл что у меня мама грузинка и я не хочу ничего сделать чтобы потом это была долгая дискуссия потому что а это ваши личные будут это у нас общественная у нас эфир идет прямой люди нас смотрят и собственно говоря как бы это вы сами уже там с мамой разберетесь а я считаю что собственно говоря вот это вот все ситуация в Белгороде которая пошла да и когда вроде как опальные наши звезды все помнят прекрасно о чем идет речь именно это так называемые голые вечеринки начали вызывать даже не вызывать а начали писать про соболезнования но прости у меня как бы уже триггер такой работает я хочу как раз вспомнить именно я помню да так вот собственно говоря я в мае прям в начале мая прошлого года прошло несколько буквально несколько месяцев там после начала полномасштабного отражения я приехал в Бути и Рпень разговаривая с этими людьми которые находились под оккупацией и видели своими глазами все что происходит вот для меня лично для меня мир перевернулся я видел это в Великобритании в Лондоне на картинках на газетах и во всех средствах массовой информации по телевидению прям показывали но когда я там находился буквально там через месяц после освобождения это совершенно другая история поэтому вот тогда те люди которые сегодня возражают соболезнования погибшим в Белгороде на меня не вызывает никакого во-первых сочувствия а во-вторых собственно говоря как бы извините это ответочка ответочка такая которая еще не сравнялась и даже близко не сравнялась с тем что творила и творит путинские воска в Украине тут уже конечно никаких у меня нету разных там ни иллюзий ничего эти люди те кто сегодня это делают это пособники те кто сегодня до сегодняшнего дня из известных людей находятся внутри России они являются пособниками они все равно за все ответят нравится нам это не нравится не имеет значения они сопричастны к тем убийствам которые ежедневно происходят на украинской земле и каждый вот действительно вот сегодня вот сейчас вот прям в эти минуты бомбят Херсон но что мы можем сделать мы влиять на это не можем только мы можем записать те имена которые сегодня вместе с путинской властью с Путиным так или иначе ну я только извини я подписываюсь под свои слова позволь я подписываюсь под твои слова но только не подпишусь про то что ну позволь я так подмечу что нету господи я тебе говорю нелегка нелегка твоя жизнь нелегка твоя жизнь очень опасно что когда открыты окна если фейерверк влетит в твой дом то удачи еще люди любят игру Гарри Поттер когда они фейерверки направляют на друг друга это выглядит как Гарри Поттер я просто скажу как человек я никак бы не хочу уточнять но у меня в России как бы остались мои дальние родственники эти оба родственника они несовершеннолетние им меньше 15 лет и за их антивоенную позицию они стали жертвами буллинга в школе единственное кого я жалею это я считаю нагревание воздуха что я жалею детей но не только потому что не было выбора а потому что я считаю что российское лидерство вот лидеры в России я имею ввиду культурная финансовая элита в правительстве это полная дебила у которых кругозор как бы заканчивается здесь которые вот сейчас в Белгороде погиб ребенок я не могу сказать что мне от этого приятно мне этого ребенка жалко потому что у этого ребенка только началась жизнь ему половину моего возраста его фактически да его он погиб этот ребенок я не знаю это мальчик или девочка да из-за как бы украинской ракеты он погиб из-за Путина ну это она так подожди я секунду я иду но эта ракета бы туда не летала если бы верхушка власти в этой стране не желала не имела бы как самую заветную мечту как бы мне оставить за собой такие статуи почему я с грузинским акцентом это делаю статуи как Сталина и это чаще поэтому мне детей жалко но самое печальное в этой ситуации то что есть в России молодежь моего возраста и младшего которая видит это и которая понимает что их собственное будущее и будущее их маленьких братьев и сестер губят засоряют им мозга мозги мозги засоряют им мозги этой всякой фигней а тем временем куча престарелых какашек которым вот так вот до могилы осталось совсем мало живут себе припеваючи и на них никакие ракеты не летают поэтому опять же мне не нужна терапия мне нужно мне нужно чтобы они все пострадали я с гибом все подожди надо отпускать заплатили заплатили да катюш спасибо тебе большое давай встречаемся подожди самое главное а нашим зрителям здоровья вам кучу денег чтобы ваши инвестиции все галочки не галочка а стрелочка всегда смотрела наверх была зелененькой чтобы вы все были счастливы это я говорю не от пьянки но я с каждым годом понимаю что здоровья ради не в этом дело я с каждым годом все больше и больше понимаю почему старые взрослые и любой человек который старше меня на 5 лет в первую очередь желает здоровья потому что в этом году меня насекло как раз что теперь я понимаю почему здоровье в первую очередь даже думала что деньги что поняла наконец здрая тварь поняла вот так вот все именно так хорошо не заблокирую карточку все послушай меня спасибо что присоединилась немцам большой привет отсоедини Катя Катя отсоединись сама после эфира потом передай сколько людей обозвали меня пьяной в эфире я отвечу никто я им отвечу к комментарии что Катя ничего не время я еще не был за праздничным столом давай отсоединяйся а я его пропустил благодаря опять-таки и вам зрителей я не жалею об этом отсоединяйся да вот все прикольно спасибо заступившим уже заступившим всех благ и собственно говоря враги все будут разбиты сейчас так или иначе вот таким образом с наступившим с наступившим я скоро закончу и спущусь будем ждать спасибо большое не сожри весь шашлык у меня шуба забыл а шуба шуба у меня шуба шашлык еще не готов шашлык не готов я пошел готов давай давай я пошел готовить в текст наступившим спасибо большое что присоединяйтесь к эфиру Матвея и на самом деле я уверен совершенно что победа будет все равно за всеми нами мы все желаем хорошего мирного неба спасибо тебе огромное сейчас Татьяна Мартынова присоединяется к нам и я хотел пока прокомментировать присаживайся пожалуйста а я хотел прокомментировать одно сообщение вернее два сообщения вот послушайте Сергей Нечапаренко он написал так это Катя но он увидел это Катя и дальше он пишет то что они дают нам это не для нашей защиты а для их безопасности если упадем мы то будут умирать они а дальше я читаю тут пишет другой человек Полина Кухар Леонидс я с вами солидарно украинцев настраивают всем 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 говорить спасибо но хотелось бы чтобы и нашей Украине начали говорить спасибо есть за что как бы ты прокомментировала вот это я вот это Татьяна Мартынова она замечательная белорусская журналистка связана всем на свете что такое может быть связано с Белоруссией сейчас она находится в Киеве участница многочисленных всех там ну всего-всего оппозиционной жизни вдаваться в это не будем вот и я очень рад тебя видеть и с Новым годом с Новым годом они еще должны нас благодарить вот как бы ты прокомментировала это мне кажется что каждый день который мы сегодня только чуть громче говорить телефон у нас так хорошо сейчас я включаю сценическую речь мимо мамо сострада не звучу с Новым годом господа дай Бог нам всем перемоги счастья мирного неба любви здоровья вообще всего чего мы с вами заслуживаем а мы заслуживаем правда потому что мы действительно стоим счетом за весь этот западный мир но ведь это все не просто так и каждый следующий день приносит либо спасибо либо извините ведь все началось давно все началось с 90 то есть одни люди заварили кашу кто-то уже умер кто-то еще жив кто-то я прошу прощения я сейчас ни в коей мере не хочу никого пинать ногами но так во всех странах если мне кто-то рассказывает что коррупция только в Украине выбудьте колеласочка да коррупция это такая штука которая есть по всему миру так вот кто-то грубо говоря заработал и ушел кто-то с кем-то создал какие-то коллаборации раз-два-три-четыре-пять опа восьмой год седьмой четырнадцатый двадцать второй и мы которые не имели к этому глобальное отношение ну возможно вы уже имели но влияние точно минимальное количество да то есть мы не могли повлиять на эту ситуацию а мы это все разгребаем и вот этому человеку допустим да сегодня в зависимости от ситуации мы говорим спасибо а этому он говорит а ты не видел что ты делаешь в своем руке и тебя не предупреждали и я все время против вот этих вот черно-белых картинок где однозначно все хорошие или все плохие я вы знаете смотри если это уместно в вашем эфире я никогда это не делала я никогда это не делала в своем я сегодня вместо итогов года в фейсбуке я не люблю вообще немножко в аналисте я написала итоги нашего поколения если у нас есть две минуты есть пожалуйста не проблема пока ты открываешь я хочу прочитать комментарии Галина Голубева боже такое написала Матвей Юрьевич мира радости любви и удачи удивительный уникальный родной любимый это естественно всегда ваш Юрий Баумштейн вот Юристов пишет паника полюбьют с того берега из танка прямой наводкой не знаю ну вы понимаете я просто читаю ну что я могу вам сказать тут пишут что вы из-за водки и селёдки вы не ставите лайки ребята ставьте лайки и не забывайте может бросить донат какой-то Александр Альтергот привет с Новым годом победа для Украины у нас в Германии фейерверки не запрещены но не важно значит питье определяет сознание это да значит с Новым годом из Болгарии дальше значит Сергей Нечипаренко слушай если Катя вставит мне зубы оденет меня построит и будет построит и не будет обращать внимание на разницу возраста в возрасте то лучшего мужа не найдёт за вещь тоже какая милота это сегодня был какой-то такой мальчик типа женщины когда вы начнёте охотиться за мной в барах бесплатно поить тащить к себе домой обещая секс там и что-то ещё тогда мы с вами поговорим о гендерном разнице хорошо да да ну тоже правильно да значит сейчас за салюты в Белгороде а это я не понимаю значит что-то такое секунду в Белгороде погиб не один ребенок ну не один да я всё понимаю да погибло больше по-моему 600 детей сначала вот на минуточку вот некто бросил пять чашек спасибо большое у вас бросается чашками кофе чашка кофе а вы в этой программе всё значит сейчас 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 тут кто-то начинает что значит за сейчас сейчас матриевич как Катя как приятно посмотреть на отца и дочь это великолепно знаете вот сейчас ее нет в кадре она выросла она получила образование хорошее видите то есть мне за нее не стыдно я не знаю как сложится ее жизнь вы знаете я ее не люблю ну вот например она научилась не занимать все пространство так сказать эфирное помните раньше она там вот только говорила 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 но она взрослеет и так сказать посмотрим что получится всякое дети помните я вам всегда говорил здесь замечательная фраза ты найди свой текст есть замечательная фраза что дети это как бы не другое поколение а это другой народ ну вообще то есть и это правильно почему потому что у них другая культура другой язык ну в смысле знаешь как Англия и Америка что можно сказать что это один народ нет это разный ну в общем вот так вот приблизительно значит идем дальше идем дальше Карина будем работать да давай господа деда Мороза нет когда я читал эту буреточку будет давай давай читать моему поколению в итоге только погромче да да сейчас давай когда когда-то было десять все как в сказке предел мечтаний лыжи и мопед стихи про школу космос красный галстук и два рубля в неделю на обед потом приоритеты изменились сбежав из-под гипноза взрослые лжи на место сказки жили не тужили пришел запрос зачем такая жизнь закончилось содружество народов сексотов заменили тихари в надежде что мудрых около воды удавки не украсят фонари почувствовав незримый дух свободы забив на милицейский произвол гербаня берега и пароходы кто ползал кто летал кто просто шел однако двадцать время строить планы большого театра последний ряд в кино весь мир лежит у ног в огнях рекламы но в будущем по-прежнему темно уроки девяносто сумки в клетку триумфу проституток и воров прощай совок привет евророзетка теперь попрут удой укорус вне времени взрослеющие дети потерянных родителей оплот пытались услужить и тем этим угадывая кто кому сожрет жестокость новостей пошлость клипов эстетика помоек и трущок мучительная ломка архетипов безденежья и что-то там еще еще немного времени тридцать карьерные скачки семья развод уже все чаще хочется напиться и снова замуж если повезет бальзаковский рубеж куда ни целься тоска в душе а кровь огнем горит такое легла каренина на рельсы и вроде отравилась бувари последний шанс подняться за границей служить другим богам королям покаяться исправиться подшиться чтоб к сорока опять точать с нуля медлительность солидности опора надеты шляпы длинные пальто теперь приходит время разговоров и взвешенных решений кто есть кто но время наград как будто в санках катится с горы с годами не узнать уже кого-то откуда тихо вышел из игры всего-то пятьдесят не так уж много откуда столько грусти по утрам а может подведение итога все по своим расставило местам проходят юбилей статьи в газетах неделю в ванной плавают цветы звонят друзья со всех концов планеты оставят ощущение пустоты откуда привкус горечи в пирожном запреты на винной шоколад давление бессонница возможно пора на отдых если шестьдесят соцсети телевизор сериалы скамейка в парке если доползешь извечный спор как все подорожало и как беспутствие гибнет молодежь восьмой десяток вечная усталость последний так притянутый паршлак и если все опять начать сначала то все по-подругому все не да 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 ну что ж давай посмотрим теперь что нам пишут и вот сейчас Вадим пишет киньте пожалуйста чашечками кофе уважаемого Матвея Юрьевича абсолютно правильно дальше значит считаю что Америка стратегически ошиблась нарушила баланс когда заставила Украину отдать ядерное оружие это понятно с Новым годом Матвей Катюш да так смотри естественно поскольку я очень люблю Беларусь и так далее то скажи твой прогноз на белорусские дела сегодня же сделала обращение Светлана Тихановская аж целый ютуб положили в Беларуси за 5 минут а ну да 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 ну во всяком случае вот в твоем лице поздравляю все замечательные хорошие люди ну твой прогноз белорусский после Путина получится раньше с одной стороны разумно было бы сделать раньше потому что мы выбиваем у России очень серьезного союзника причем это не только из-за ВПК которая работает на Россию это еще психологически очень важно было бы да для вот этого глубинного народа но мне кажется после Путина потому что даже если вот представим себе на одну секунду потому что любое допущение имеет смысл когда что-то анализируем что Лукашенко не такой же плохой человек ну вот прям не такой он просто не может ничего сделать потому что вот Вова и как сказал ваш Арахами украинский что да они вот разговаривали и он сказал что я не могу простите я не могу не не дать возможности заходить из территории Беларуси и не дать возможности лететь ракетам но я вам обещаю что никакая белорусская армия воевать с украинскими не пойдет допуская мысль что он но она тут же разваливается потому что он уже соврал это не он не пускает белорусскую армию это белорусская армия не хочет воевать и не и это просто ну вот это нужно знать белорусов так как знаю я всю жизнь прожила в этой стране недавно совсем у нас был круглый стол был посол большим по Беларуси Игорь Кизин удивительнейший интеллигентнейший человек он говорит ну все как кто ни один солдат вообще не пойдет в Украину ну что и это аксиома просто ну это так подается это вранье чистой воды вранье и сегодня ну внутри люди настолько все в коконе под наблюдением я вам расскажу одну вещь чтобы вы лучше понимали про Беларуси тринадцатый год я веду главное ток-шоу на первой кнопке страны ищет приезжаю как раз из стажировки с Интера у вас тогда было стусуется можно вел наш белорус Сережа Дорофе все мы начинаем работать ну мне естественно политику не доверяют все понимают что Марцин воценит друг Лукашенко но я хорошая ведущая и мне доберяются палочку бытовуху кто-то кого порезал там кто-то кого выиграл да что-то там с дедушками с Дорофе и я и мы значит выезжаем в какой-то областной город снимать там в детдоме сюжет едем обратно и тут вспоминаем значит наша целая группа съемочная и мы вспоминаем что значит мы не записали стендап на месте вот ну что мы не в Минске и мы значит начинаем искать какой-то такой более или менее на дороге чтобы было там тут солнце тут у нас это все находим бусик останавливается мы выгружаемся выставляем камеру на меня уже вешают звук я не успеваю слово сказать подъезжают с двух сторон два буса кто они не спрашивали кто они знали кто что вы здесь делаете что вы снимаете почему у вас в кадре разрушенный дом а мы даже внимания не обратили а там реально такая покосившаяся хатка мы такие да ладно мы вот это мы там корреспонденты вы журы мы там то уэнт все уезжайте отцу то есть оно уже тогда было то есть мы только ехали а нас уже пасли со всех сторон а сейчас это камера в каждом дворе это невозможно даже листовку где-то присобачить в какой-то арке чтобы вас не нашли вот это такое цифровой концлагерь да там не расстреливают людей пачками но сажают пачками если что у них две тысячи человек в месяц это их норма они должны серьезно это ни для кого не секрет все кто нам же сливают информацию сегодня норма задержать две тысячи человек в месяц они больше просто не могут себе позволить их девать некуда даже на сутки хорошо будем заканчивать и закончим следующим образом вы знаете я вам часто читаю Михаила Крутихина вы знаете это газовый эксперт такой замечательный человек мудрый вот что он написал гадкий уродливый извращенный год год разгула путинских извергов казнокрадов и их прихлепателей год полного погружения России в болото лжи и притворства год наглеющих мусульманских радикалов все кажется безнадежным но и это огромное но идут ко мне из родных мест поздравления с новым годом от тех друзей знакомых коллег которые сохранили порядочность по Фазилию Искандеру ты знаешь вот это не участвовать в формулировке самая частная частая формулировка понимаем ну например он цитаты говорит в нашем институте все мыслят адекватно противоречия конфликтов на эту тему нет но предпочитаю громко не разговаривать или другое студенты которым я преподаю все все понимают как нам и хорошее пожелание вот это вот замечательно то что он сказал вот это то что я вам говорил и но несмотря на сложную обстановку сохранить лицо сохраняйте лицо друзья не предавайте себя и близких спасибо вам это замечательно и просто написано вы понимаете не нельзя профукать свою репутацию путин временно зло временное это наше с вами испытание испытание много чего испытание нашей порядочности испытание нашего выбора там макаревича киркора условно говоря да это испытание нашей выдержки сколько мы можем это выдержать это испытание нашей дружбы нашей последовательности знаете я все больше и больше верю что путин проявился не случайно может быть это помните я вам уже говорил может быть это такая форма вот как гитлер был не случайно так и путин не случайно это конечно трагедия это все понятно но может быть это такая форма естественного отбора только не каждого конкретного человека хотя и каждого конкретного человека но всего общества и это общество помните да где и помните я всегда вам говорю где сейчас древний Рим Римская империя исчезла где древняя Греция они ведь были противоположности понимаете там древняя Греция науки зарождение философии здесь другое жесткая вертикаль и тех и тех нет почему гибнут империи почему они создаются почему гибнут это большой вопрос почему люди впадают в массовый психоз и массовое облизывание фараона тоже вопрос и знаете когда я смотрю на эти пирамиды когда я смотрю на то есть в учебниках истории все описано и все занесено песком понимаете они были такие великие ну блин построив пирамиду неужели ты не смог выстроить общество значит что-то было неправильно помните у подождите у Герберта Уэллса подождите у Герберта Уэллса вы мне подскажете вот профессор Джеллинджер это Герберта Уэллс или ну в общем короче помните у них у него у автора если это Герберта Уэллс вот эти вот циклы рассказывают профессоре Челлинджера что он подумал что он вдруг сказал друзьям упокоить значит естество испытатель что по его мнению земля это живой организм и они сели в такой аппарат и они спустились вниз и там где ядро они увидели что это как мозг и они вот ткнули в него палкой и планета закричала понимаете может быть оно так и есть так кого мы тогда пекли палочка сейчас нет это в нас стыкают ну это такое испытание ну нам не дано этого понять понимаешь да вот мы себе живем ну мы муравьи ну что тут поделать на финал стих и не знаю помнит ли наша гостья наша девушка юная мои родные похоронены на Донском кладбище в Москве тогда еще там можно было хоронить и вот когда ты подходишь вот туда заходишь ты видишь кучу цветов на одной могиле вот как бы и она на центре вот как бы фронталь и это была эта могила певицы Майи Кристалинской тебе это ничего не скажут потому что это было давно она была звезда 60-х годов я уполнила и она очень рано умерла и вот одна из самых известных ее песен которая знаете вот это умели писать такая тихая любовь ну вот знаете да секса не должно было быть и поэтому писали о любви осторожно но писали мастерски написал стихи Лева Шанин а музыка Аркадия Островского и вот я вам прочитаю вы знаете эту песню и она просто прекрасная пусть она будет вот знаете представьте себе что вы вышли что вы вышли на улицу где-то на неширокой улице выпал снег легкий морозец где-то 8 градусов горят фонари в домах горят елки лампочками я помню ее портрет и куча цветов она просто она всех это было какое-то поклонение безумно такой элвис пресс ты глядел на меня ты искал меня всюду я бывало бегу ото всех твои взгляды я бывало бегу ото всех твои взгляды храня а теперь тебя нет тебе нет почему-то я хочу чтобы ты был чтобы так же глядел на меня а за окном то дождь то снег и спать пора но никак не уснуть все тот же двор все тот же смех и лишь тебя не хватает чуть-чуть я иду без тебя переулком знакомым я спешу не с тобой не с тобой а с Наташкой в кино а тебе шлют привет окна тихого дома да еще старики что все так же стучат в домино во дворе до темна крутят ту же пластинку ты сказал что придешь хоть на вечер вернешься сюда вечер мне ни к чему вечер мал как песчинка я тебя подожду только ты приходи навсегда а за окном то дождь то снег не а за окном то дождь то снег и спать пора и никак никак не уснуть все тот же двор все тот же смех и лишь тебя не хватает чуть-чуть и дальше ла-ла-ла-ла-ла-ла ну что чудесная лирическая песня все ребята мы отработали почти два часа спущусь к гостям которые с удивлением будут смотреть откуда этот дядька взялся я буду пределить что без вас ничего не начинали да как не начинали уж там нажрались все мои дорогие с новым годом еще раз не воспринимайте новый год как новый год не возлагайте на него излишних надежд просто счетчик обнулился и пошло с первого числа каждый на своем месте я надеюсь вы мы с вами сделаем все для того чтобы зло было повержено иначе не может быть просто иначе жизнь бессмыслен иначе зачем рожать детей зачем что-то строить незачем ну и на прощание поставьте пожалуйста лайки все-таки час пятьдесят мы работали расскажите о моем эфире другим и чего я вас хочу попросить станьте донаторами поддержите наш канал бросьте рубли там есть рублевый счет бросьте пожалуйста чашки кофе в нас и подписывайтесь на патреон нам это очень важно потому что в новом году будет много специальных эфиров и спасибо вам за хорошие слова с новым годом всего вам самого наилучшего сейчас мой палец будет укрупняться потому что я с телефона и я нажму на кнопку и счастливо спасибо Продолжение следует...